добрый день дорогие друзья как шавод самих у нас большой праздник называется он шавод это один из трех праздников когда всему что говорит все мужчинам явиться в иерусалим храм что это за праздник тора говорит это день первинок урожая аграрный праздник то есть мы берем первинки урожая и украшаем корзины и приходим в иерусалиме и отдаем их храм праздник первинок празднуем праздник он продолжается не один день как то ли пишется первый день мы приносим все что сказал всевышний жертвы а потом еще люди приносят мирные жертвы это еще длится 6 дней то есть так как песок 7 дней так и в шавод 7 дней так и в сукот 7 дней что мы приносим мы приносим как написано ле пенхаз два быка молодых жертву сожжения одного барана и семь ягнят ну и с каждым быком с каждым бараном приносим хлебные приношение с маслом и возливаем вино это похожие на другие праздники приносит козел жертву греха очистительную это глава пенхаз такие же жертвы как песок такие же жертвы и шавод и в рожь ходыш такие же жертвы но если мы читаем главу и мор то в шавод приносится два хлеба и написано что эти хлебы квасные это необычно потому что на жертвы запрещено у нас квасное положительно жертвы мы их приносим храм очевидно коины их едят но после этого мы уже имеем право есть урожай пшеницы новый урожай до этого мы едим старый урожай мы уже разбирались что в праздник мацот во второй день мы приносим амер и очменя и с этого дня мы уже имеем право есть новый урожай ячменя или скоту его давать новый урожай а вот теперь уже и пшеницы это праздник шавод главе и мор написано что мы приносим одного быка молодого 2 ягнят нет двух баранов и 7 ягнят но если вы пенхаз написано что два быка один баран 7 ягнят так что это такое в одной главе так написано в другой главе так написано как нам это понять и рабиш ломается кирашина замечательный комментатор он говорит что вот эти жертвы которые мы читаем главе и мор это жертвы сопровождающие два хлеба квасных после которых мы уже имеем право есть новый урожай пшеницы и так мы узнаем что мы приносим три быка три барана и 14 ягнят вот так работает праздник шавод вот так читаем мы праздник шавод книгу руд там тоже описано о празднике шавод об этих днях когда был сбор урожая пшеницы эти события состоялись мы будем читать эту книгу во второй день праздника там описана история как были люди авиамелах его звали его два сына махлон и кильон и жена была у авиамелаха была звали наами не было урожая в стране чуть ли не голода и не спускается со своими сыновьями в страну мав и он был непростым человеком женил своих сыновей на принцессах на дочерях на дочерях царя как это удалось непонятно но женил да одно звали руд другую звали орпа и возвращаться не спешили прошли годы умер авиамелах и потом умирает махлон и кильон и остается эта женщина наами с двумя невестками и и она им говорит что уходите домой вы принцесса живите свое папы это было все непросто она говорит я ухожу к себе домой и у меня ничего нет сыновей у меня нет и вы обречены на бедность идите домой к своему отцу и живите я ничего вам дать не могу в общем вот так она поговорила орпа плакала тоже ну ушла ушла к своему папе к царю домой ну а руд сказала нет говорит куда ты пойдешь туда я пойду где ты заночуешь там я заночую твой народ мой народ где ты будешь жить я буду жить где ты умрешь и я умру гиур это вот такое гиур она приняла ну ничего не осталось нами взяла на невестку и ушла пришла она в страну страну израиль там они поселились но у нее ничего нет и у них есть участок какой-то земли в общем она говорит невестке своей иди на поле у нас на родственник дальний родственник наш иди к нему работой может он благоволит к тебе в общем она уходит руд на это поле работает подбирает колоски а он понял человек этот который назвали бас он понял что она достойная женщина не бросила свою свекровь и начали хорошо относиться сказал своим работникам чтобы они не отгоняли и давали ей еду в общем она работала и потом по наставлению своей свекрови она выполнила то что свекровь сказала в общем кончилось тем что он женится на этой женщине на руд бас перед этим он сказал но есть более близкий родственник он обязан жениться на тебе и он пошел у него спросил тот сказал я не буду на ней жениться забирая себе в общем бас на ней женится переспал ночь и родился у них ребенок бас умер после этой ночи бас умирает он уже не был молодым и родила она Аведа и Аведа родил Ишая и Ишая родил Давида так родился царский род вот так вот вот эту вещь мы читаем именно в праздник Шавуот и вот так мы узнаем из книги род вот эту родословную первый раз найдет потом она будет перечислен в книге Девреямим родословие Давида то есть там идет что перец родил он родил Хицерона Есть Рога Рова Аведава Редакeb Рожесия родил Аведа, Аведа родил Ишая, и Ишай родил Давида. Вот. И он будет царем. 7,5 лет будет в Хевроне, и 30 лет, 33 года будет в Иерусалиме. Вот. И от этого рода и произойдет впоследствии Машея. Такую книгу мы читаем. Всем желаю прекрасного праздника. Вот. На этом наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша Бен Давид, Берта Бадесрей, Клара Бат Сергей, Памяти Павел Бен Ефим, Яков Бен Ахум, Владимир Бен Григорий, Здоровья Светлана Бат Клара, Шоу Алан Йона Бен Цара, Шимон Бен Эсхак, Инна Бат Мира, Борис Бен Мария, Мойша Бат Маня, Анна Бат Ривка, Игорь Бен Кира, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Лара, Давид Бен Стелла, Жей Бат Ида, Рахель Бат Лилия, Анна Бат Елена, Стейла Бат Стейла, Эфим Бен Эстерн, Инна Бат Дора, Двойра Бат Мириев, Стейслав Бен Рахель, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосип Бен Раиса, Инесса Бат Моэль, Гений Бен Берт, Регей Бат Итафера Бат Анна, Генеби Ирина, Ирина Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосип Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, Яков Йосип Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бацара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Сарид, Маза Барсас Гула, Ирина Батури, Арон Ребен Ури, За хороший дух, Арон Ребен Двойра, Днис Бен Ахум, Галь Бат Сара, Ханна Бат Афрагам, Рафаэль Бен Лей, Бен Лариса, Галя Бат Гедалия, Парасай Брюк, Ларир Бен Рая, Анна Бат Александра, Арон Саков, она мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, пусть срочно закончится эта страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, она состоится, в Йом Ришон, 15 часов, Хак, Шавот Самея, Шаббат Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok